В ночь на 14 января 2012 года жизнь 4000 человек оказалась в опасности. Капитан огромного круизного лайнера принял решение провести корабль всего в 150 метрах от берега итальянского острова Джилио. В результате 300-метровая Коста-Конкордия напоролась на риф. Судно стоимостью около полумиллиарда евро затонуло. 30 человек погибли. Почему Коста-Конкордия отклонилась от безопасного курса, а ее капитан, несмотря на все современные средства навигации, не предвидел опасный риф? Ошибки в навигации. В списке причин катастроф на судах они стоят на первых местах. Как обеспечивается безопасность судоходства в оживленном порту? Какими средствами навигации обладают современные суда? И почему иногда это не спасает от аварий? Море не автомобильная трасса. Огромные просторы, невысокий трафик. Тем не менее, оно таит в себе множество скрытых опасностей. И неисполнение морских дорожных правил может привести к катастрофическим последствиям. Несколько лет назад танкер с грузом около 100 тысяч тонн сырой нефти выходил из порта Санкт-Петербурга. Пройдя мимо острова Гоголанд, он должен был следовать дальше, не меняя курса по большому корабельному фарватеру. Фарватер — безопасный судовой ход. Вместо этого судно повернуло к 13-метровой банке. Иначе говоря, отмели. При этом осадка у танкера была 15 метров. Только своевременное предупреждение диспетчера службы управления движением судов позволило избежать экологической катастрофы, которая грозила всей Европе. Раньше через эту 13-метровую банку ходили танкеры с осадкой до 10 метров. А когда в порт Санкт-Петербурга стали заходить более крупные суда, сделали новый фарватер, пролегающий мимо этой отмели. Но капитан танкера, возможно, забыл об этом. К нам пароходы приходят иногда, может быть, они и были до этого, но экипажи меняются часто на них. Приходят те люди, которые давно здесь не были. Но дело в том, что карты электронные, на них корректура есть. Ну, а действуют иногда вот по инерции. В опасных и оживленных акваториях, как и на автомобильных дорогах, установлены знаки. Навигационные. Маяк – один из первых ориентиров на воде. Их начали строить еще до нашей эры. Недалеко от Кронштадта, на Искусственном острове, стоит один из старейших российских маяков – маяк Толбухина. Его круглую невысокую башню знают многие поколения русских моряков. Ведь ему почти 300 лет. Было построено вначале временное деревянное строение. Была установлена линза. И в данном маяке освещение своего устройства осуществлялось с помощью свечей. Затем позже начали сжигать льяное масло. И затем дровами и углем. Маяк Толбухина работает и сегодня. Дрова и уголь, конечно, уже в далеком прошлом. Сегодня на нем установлена современная оптическая аппаратура. Ее маячные огни ночью и в любую непогоду предупреждают судоводителей об опасном участке акватории. В этот район направляется и судно «Спасатель Карев». Но пока оно не пройдет обязательную процедуру, разрешения на выход не будет. Раз в три месяца каждое судно посещает инспектор государственного портового контроля. Здравствуйте, Материн Павлович, Назарова. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. Судовые документы здесь. Попал напоминок Иван Федорович с вами, а механика сейчас приглашу. Старпом. Помимо наличия и сроков действия судовых документов, инспектор досконально изучает систему судовой пожарной безопасности. Из всех возможных аварий на море самым опасным считается пожар. Огонь, запертый в стальном корпусе корабля, разгорается с еще большей силой. Поэтому судно, не имеющее полностью готовых к эксплуатации спасательных шлюпок и плотов, не получит разрешение на выход. Это же относится и к средствам навигационной безопасности. Карты, пособия, книги, лодцы. Короче говоря, все навигационное оборудование, включая радары, аварийные буи. Все изменения на морских путях штурманы обязаны тут же вносить в судовые навигационные карты. Морской техосмотр пройден, но в путь отправляться еще рано. Порт – это акватория с очень оживленными транспортными потоками. Роль регулировщика в нем выполняет служба планирования движения. За 72 часа до выхода в море представитель судна должен подать туда заявку. Да, добрый вечер. Спасатель Карев, отход. Хорошо, давайте документы. Так, какой причем? Денадцать четвертый. Отлично. Сейчас проверю документы и внесу в систему скал. Инспектор планирования движения заносит в специальную систему данные о судне. Система СКАП выдала автоматический номер, на основании которого вы имеете право уже выйти из порта Санкт-Петербург. Понятно. Я вам возвращаю документы. Желаю вам счастливого плана. Спасибо. Всего доброго. Удачи. До свидания. Автоматический номер – своего рода место в очереди судов, ожидающих выхода в море. Канал, который идет от причалов порта Санкт-Петербурга, довольно протяженный и узкий. Его ширина в отдельных местах не превышает 80 метров, поэтому одновременный вход и выход судов невозможен, только поочередный. Помимо морских судов, инспектором, составляющим расписание движения, работа добавляет и речной транспорт. Для него порт Санкт-Петербурга – транзитная зона. Этим летом порядка 30 судов в течение суток заходит в порт, такое же количество выходит. Из реки приходит в порт, проходит его транзитом от 15 до 20 судов и точно так же уходит в реку. Погрузка судов может происходить на нескольких причалах в порту, то еще накладывает на движение здесь перестановки судов внутри порта. За безопасностью такого интенсивного судоходства в порту в реальном времени следят диспетчеры службы регулирования движения. В этом им помогает электронная картография. На мониторе отображается карта акватории с нанесенными на нее фарватерами, буями и глубинами. Возьмем судно Невский 24, то есть мы его можем наблюдать здесь. Название судна, скорость 7,5 узлов, что соответствует где-то примерно 13 километров в час. Это судно как раз перевозит песок. Его направление движения можем оценить где-то порядка 260 градусов. Любое судно, выходящее из порта, обязано принять на борт еще одного пассажира – лоцмана. Он ведет судно в опасных и труднопроходимых районах. Капитаны далеко не всегда знают акваторию портов, в которые заходят. Поэтому движением всех кораблей на вход и выход руководят лоцманы. В сложной стесненной обстановке, которая называется Невскими воротами, проводит судно. Как вы видите, на него воздействует сейчас и течение, и ветер. Поэтому это судно проводится при помощи буксиров. И все эти моменты и работу буксиров – все находится в управлении лоцмана. Лоцман вовремя дает указания буксировщикам, чтобы те оттягивали кормовую или носовую часть корабля. Течением или ветром их может повести в сторону берега. При этом он также дает команды и рулевому, и машинному отделению, изменяя режим работы главного двигателя судна. Спасатель «Карев» – довольно маневренное судно. Буксировщики ему не нужны. Лоцман уже на борту. Можно отправляться в море. Готовы к отходу. Просим добро на выход. Вам разворачиваться надо? Да-да, разворачиваться. Добро отходим. Приняли добро. Чем больше суда, которыми разрешено управлять лоцману, тем больше, соответственно, стаж его работы. Он должен знать все технические и функциональные особенности судов. И как свои пять пальцев изучить район плавания, по которому он их водит. В акватории порт, он прекрасно хорошо разбирается тем, что он знает, где располагаются навигационные мели, где располагаются средства навигационные для обеспечения безопасного движения судов. Навигационные средства – это знаки, которые помогают судоводителям ориентироваться в акваториях. В частности, безопасный судовой ход «Фарватер» обозначают буями, зелеными и красными. За мной, по ту сторону катера, находится морской вокзал. Красный буй и с правой стороны зелёный, они ограждают этот самый канал. Дальше, если вы посмотрите, там находится следующая пара буёв. По этим парам буёв капитан определяет местоположение судов. Если соединить эти буи одной линией, то как раз это получится ось линии оси буёв. Цвета буёв обозначают направление движения. При заходе с моря слева всегда будет красный знак, справа – зелёный. При выходе судна, соответственно, наоборот. Однако для безопасного движения одних буёв недостаточно. Они могут перегореть и тогда станут невидимыми в темноте. Или их может оторвать от якоря волной и отнести течением. Дополнительным ориентиром для судоводителей служит портовый маяк. На нём расположен секторный огонь. В зависимости от положения судна он светит одним из трёх цветов. Если вы смещаетесь вправо по линии движения направлением на этот створ, то тогда наступает более зелёный огонёк. Как бы зеленеет, как говорят судоводители. Если вы смещаетесь влево, от центрального белого огня он начинает краснеть. Таким образом капитан судно видит, где он находится. Ближе к какой стороне? К правой, к левой? Если постоянно белый горит, значит капитан находится, судно находится посередине фарвата. Также на этой мачте находится радиолокатор. Он ловит сигналы со всех мимо проходящих судов и отправляет эту информацию в службу управления их движением. Радио 17, спасатель Каев. Садик Каев, радио 17. Закончили разворот, просим добро на вывод. Пожалуйста, подходим в район 104-го, 105-го. От 83-го там Майерс как входит, он кормой золотый и уйдёт наверх. Принял до 103-го, до 105-го. Радио 17 – это один из позывных службы управления движением судов. По указанию её диспетчера, спасатель Каев, должен дождаться, пока судно Майерс закончит манёвр и отойдёт на безопасное расстояние. И только после этого продолжит движение. Служба управления движением судов с помощью группы наземных радаров, спутниковых систем и телекамер контролирует водный транспорт в портах Санкт-Петербурга, Приморска, Усть-Луги, Выборга и Высоцка и на транзитных путях в акватории Финского залива. Когда суда покидают российскую территорию залива, они переходят под наблюдение служб Финляндии и Эстонии. И наоборот, информацию о приходящих России получают от заграничных коллег. Первая задача – это определить, какое судно вошло, установить, откуда оно пришло, осадку, наличие грузов и порт назначения. После того, как определён порт назначения, судно ставится на маршрут, двигается по фарватерам. Должно двигаться по фарватерам. Если уходит с фарватера, срабатывает сигнализация. И оператор знает, что необходимо за этим судном смотреть более внимательно. Во второй части фильма вы узнаете, кто следит, чтобы суда не сталкивались друг с другом. На примере затонувшего теплохода мы расскажем, почему это всё-таки иногда происходит, а также за что можно осудить капитана судна, не попавшего в аварию. И самое главное – какая причина чаще всего приводит к катастрофе на воде. Работа оператора службы управления движением судов похожа на работу авиационного диспетчера. Только ведёт он не самолёт, а корабли по морскому каналу. Но даже совместная работа диспетчера и лоцманов не всегда гарантией того, что судам удастся благополучно разойтись в акватории. Несколько лет назад в акватории Финского залива навстречу друг к другу шли теплоход и судно-рефрижератор. На обоих были опытные лоцманы, которые предварительно связались по радио и выяснили осадку своих судов. Но не договорились, какими бортами будут расходиться. В результате рефрижератор пропорол теплоход, разделив его на две части. Судно затонуло. Судно, входящее в форт, должно выступать дорогу выходящему. В данном случае это не произошло. Кроме того, если судно встречается в точке поворота, значит, судно, входящее, должно сбавить ход, дать возможность выходящему судну закончить поворот и расходиться только на прямом участке. Никто и лоцманов этого не сделал. А наш оператор полагался на их опыт. Авария произошла в районе Кронштадта, которому сейчас приближается и спасатель Карев. Здесь, по словам лоцмана, следует быть особенно внимательными. Крутые повороты. Мели, находящиеся рядом с форватором. Ну и узкость. Надо очень быть осторожным. Лоцман управляет судном до приемного буя, где его забирает катер. После приемного буя дальше в сторону моря опасностей нет. Глубины значительные. И капитан принимает на себя маневрирование судном. Мостик, мостик. Вахтовый механик. С левого борта обнаружен человек с забортом. Капитан, сообщение от вактного механика с левого борта обнаружен. Человек, терпящим бедствием, человек с забортом. Подают рюмоку. Какой курс? Курс 220. Продолжать наблюдение лево на борт. Есть. Продолжать наблюдение лево на борт. Пошли лево на борт. В Санкт-Петербург радио СКЦ спасатель Карев. Обнаружен объект координата 60 градусов 0,6 минут Нордовой. Долгота 29 градуса 27 минуты 30 Истовой. Спасатель Карев, я морской спасательный координационный центр. Ваше сообщение принял. Следуйте к обнаруженным людям. Принимайте их на борт. Мостик, мостик, вактного механика. Катерин, мостик. Диктат, за подседавшую, 3 метра. Бросить круг и продолжать наблюдение. Предоступаем к спасению. Принял. Анатолий, помогай. Вы как будем? Выбираем. Выбираем, выбираем. Классно. Бойка. Первый пострадавший поднял на борт судна. Состояние удовлетворительное. Ясно, принято. Молодцы. Внимание, экипажи. По судну проводились учения. Учения закончились на оценку хорошо. Всех благодарю за участие. Подобные учения человек за бортом должны проводиться независимо от назначения судна. Любой из них, находящийся в зоне бедствия, обязан прийти на помощь. Невыполнение этого правила грозит капитану арестом. Направляет ближайшие суда в зону аварии и координирует их работу морской спасательно-координационный центр МСКЦ. В этот центр поступают все сигналы бедствия с акватории российской части Финского залива. Единственное бывает сложная обстановка, вот такая напряженная, может быть, это вот первые где-то, может быть, полчаса 45 минут, вот на первый момент времени, когда получил сигнал, принять правильное, быстрое, ну и умное, в общем-то, решение. А когда уже все, как сказать, закрутилось, когда уже назначено судно, которое будет спасать, назначено координационное место действия, они уже работают, там, грамотные люди, они все это знают, умеют. Если ЧП очень серьезные, как, например, разлив нефти, создается штаб по ликвидации последствий катастрофы. В этом помещении находится оперативная группа, с учетом того, что здесь вся информация по движению судов, по положению судов, радиосвязь, почта, телефон. То есть непосредственно здесь работает группа, анализирует ситуацию, принимает какие-то решения, дальше уже доводится до всех непосредственно участников ликвидации последствий. С помощью системы автоматической идентификации судов координатор МСКЦ видит, кто быстрее дойдет до терпящего бедствия судна. Однако специально для ликвидации различных ЧП в восточной части Финского залива регулярно дежурит спасатель «Карев» – многофункциональное аварийно-спасательное судно. Данное судно, оно и оснащено современнейшим отластным комплексом. На нем также стоит современное оборудование для ликвидации разлива в нефти, выполняет также функции по снятию судов с мели. По буксировке аварийных объектов. Данное судно имеет полный комплекс всех средств пожаротушения внешних морских объектов. На спасатель «Карев» стоит осовременное навигационное оборудование. Системы автоматической идентификации судов и электронной картографии. Они работают с использованием системы спутниковой связи «ГЛОНАСС». Если спутниковая связь вдруг пропадет, судно не ослепнет. У него есть еще два радиолокационных радара. Все приборы, они, в общем-то, заключены в одно целое, которое дает для судоводителя очень подробную информацию в море, в узкостях, при движении каналами, узкостями, по полосам разделения движения. Несмотря на довольно внушительные размеры, 73 метра в длину, система автоматизации такова, что судно может управляться с мостика всего одним человеком. Несмотря на техническую оснащенность, штурман не должен забывать о проверенных навигационных знаках, установленных в акватории и на побережье. Маяк «Толбухина», как и 300 лет назад, остается незаменимым ориентиром для всех проходящих судов. Его огонь виден за 19 миг. Это более чем 30 километров. На траверзе от маяка «Толбухин» начинается большой кронштадтский рейд. Маяк является ориентированным для всех входящих судов, которые следуют из-за рубежа, в которые входят наши территориальные воды, и следует в порт Санкт-Петербург. Дальность видимости – основное требование, предъявляемое к маякам. Особенно это актуально для районов с частыми туманами, как, например, Калининградский порт. Если днем, вот как сейчас, у нас температура жаркая, то, возможно, вечером будет похолодание и будет ложиться туман. Для этого и поставили лазерные створы, чтобы в туман было более лучше судоводителям ориентироваться на канале. Валерий Полковников водит малое гидрографическое судно, которое занимается обслуживанием навигационных знаков. Поэтому он один из первых оценил эффективность лазерных створов. Пока они есть лишь в нескольких портах страны. Разработка российских ученых не имеет зарубежных аналогов. Установленные по краям фарватера маяки обозначают безопасный путь. Они пробивают туман и видны на гораздо большем расстоянии, чем обычные опознавательные огни. Выходя на центр фарватера, судно видит два вместе моргающих огня. И она идет так. Если смещение идет вправо-влево, огни начинают загораться в разнобое. Значит, судно куда-то сместилось. Если ушло влево, левый знак будет первым загораться. Возвращаясь, они оба начинают работать на фарватер. Значит, идет судно ровно. На Калининградском канале установлены и другие высокотехнологичные морские ориентиры. К примеру, навигационные знаки, работающие от солнечных батарей. К ним не нужно проводить питание, и потому они экономят электричество. Пластиковые светодиодные буи также эффективнее расходуют энергию и не ржавеют, в отличие от обычных металлических. При этом невнимательность судоводителей к навигационным ориентирам, то есть плохая организация ходовой вахты, по словам специалистов, одна из наиболее частых причин аварий на морском транспорте. Человек больше перепоручает себя к космосу, считая, что всемогущие GPS, какие-то космические системы, они всегда его смогут выручить. Но мы забываем про то, что там же тоже находится техника, та же самая электроника. Ну, какое-либо событие, скажем, военного характера, скажем, техногенного характера, или, скажем, какое-то природное явление, но может просто вывести из строя, или внести какой-то сбой в работу той или иной техники. Четыре из пяти катастроф на море объединяет одна причина – человеческий фактор. Так Коста-Конкордия отклонилась от безопасного курса и подошла слишком близко к берегу, потому что, по словам капитана, он хотел поприветствовать своего друга на берегу. Пока человек уверен, что покорил море, подобные катастрофы будут напоминать о нашей самонаре. Надеянности.